Мы с вами остановились на круговых процессах и давайте прочитаем определение. Процесс, в котором газ, пройдя ряд последовательных состояний, возвращается в исходное состояние, называется круговым процессом или циклом. В принципе, с этими процессами мы с вами, конечно же, очень хорошо знакомы. Давайте рассмотрим один из примеров. Вот он. В принципе, именно на циклических процессах работают любые двигатели, в том числе и тепловые. В данном случае здесь разновидностей тепловых двигателей, конечно же, много. Но мы с вами посмотрим, что здесь происходит. Здесь у нас поршень, который двигается под действием нагретого воздуха. То есть сюда впускается воздух, он нагревается, воздух при нагревании расширяется и толкает вот этот вот поршень, который дальше совершает какие-либо движения. Ну, дальше здесь убьет, например, клевошипный шатунный механизм или еще что-либо. И дальше он возвращается в исходное состояние. А для того, чтобы вернуться в исходное состояние, ну, этот воздух должен быть выпущен и охлажден. К этому мы с вами вернемся. Итак, что же у нас здесь на схеме? В данном случае этот расширяющийся газ будет называться нагревателем, а сам газ будет называться рабочим телом двигателей. Дальше. Собственно говоря, воздух, куда мы выпускаем газ и куда отдаем теплоту, будет называться холодильником. Соответственно, нагреватель будет передавать рабочему телу количество теплоты равна Ку1. Обратите внимание на индексы. Теплота, которая передается рабочему телу, Ку1, и температура нагревателя Т1. Соответственно, температура холодильника обозначается Т2. И температура этого, количество теплоты, которое отводится, будет называться Ку2. То есть вот это вполне себе демонстрация кругового процесса, в котором, еще раз повторяю, система, проходя несколько последовательных состояний, возвращается в исходное состояние. Но циклы бывают прямыми и бывают обратными. Что такое прямой цикл? Прямой цикл – это цикл, в котором, собственно говоря, сам процесс проходит в ПВ-координатах, ну, говорят, что он проходит по часовой стрелке. То есть по вот этой красной кривой 1А2 теплота получается, и по кривой 2В1 теплота отдается. В результате этого полезная работа здесь закрашена, как раз-то вот заштрихована и помечена желтым цветом. Это прямой цикл. Что касается обратного цикла, обратный цикл в ПВ-координатах совершается против часовой стрелки. То есть по кривой 1А2 теплота получается, по кривой 2В1 теплота отдается. В этом случае, говорят, что работа, совершаемая за цикл, отрицательная. Что можно еще сказать по этому поводу? Прямой цикл будет реализоваться в тепловом двигателе, то есть устройстве, которое совершает работу за счет полученной от нагревателей теплоты. Обратный ход будет использоваться в холодильных установках, то есть устройствах, в которые теплота переносится от более холодного тела с более высокой температурой за счет работы внешних сил. Вот об этих установках я бы вам рекомендовала почитать в отдельной литературе. Тем более сейчас много есть рекламной литературы по этому поводу. Продолжаем. Итак, круговой цикл будет называться обратимым, если он протекает таким образом, что после окончания процесса он может быть переведен в обратном направлении через все те же промежуточные состояния, что и прямой процесс. Как вы понимаете, что в реальной жизни это невозможно. Для самостоятельного вам изучения я вам предлагаю посмотреть вот эти вопросы. Остановите, пожалуйста, видео. Ну, а мы продолжаем. Итак, как определяется термический КПД такого двигателя? Если вы помните, то на предыдущем слайде мы с вами говорили о том, что теплота, полученная нагревателем, обозначается Ку-1, теплота, полученная, отданная холодильнику, называется Ку-2. И с точки зрения закона сохранения энергии, если нагреватель получил количество теплоты, равное Ку-1, то он ее расходует на работу, которая в данном случае обозначена буквой А, и излишек, а этого он не может не отдать, это количество теплоты, на то, чтобы он отдал некоторое количество теплоты. Соответственно, давайте посмотрим еще раз на эти индексы, потому что при решении задач это очень важно. В данном случае, здесь, как говорится, как данон запишешь, так задачу и решишь. И тогда, как вы понимаете, термический КПД цикл будет определяться как отношение полезной работы к затраченной работе. В данном случае полезная работа будет обозначаться А, деленная на Ку-1. Соответственно, работа может быть представлена из предыдущего равенства как Ку-1 минус Ку-2, деленная на Ку-1, либо, и это доказывается, Т1 минус Ту-2, деленная на Т1. Напомню, что Т1 это температура нагревателя, Т2 температура холодильника. Соответственно, после необходимых преобразований мы получаем единица минус Ку-2, деленная на Ку-1, либо единица минус Т2, деленная на Т1. В данном случае, в данное видео мы прекращаем и продолжим разговоры и о циклических процессах, и о других проявлений термодинамики в нашем следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok